Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, разбираем события минувшего торгового дня и, в принципе, готовимся к выходным. С этим я с большим удовольствием хочу вас всех поздравить. Но выходные будут неспокойными, точнее, неспокойными будет открытие в следующей неделе, потому что в это воскресенье пройдет саммит Европейского Союза, где центральной темой станет обсуждение ситуации вокруг Брекзита. Соответственно, если есть у этого документа проблемы, трудности, недосогласованности, я думаю, что все это как нарыв будет вскрыто уже в это воскресенье. Поэтому, друзья, если вы не готовы рисковать, если не готовы брать на себя вот эти события и риски сейчас, возможно, текущая торговая сессия для вас это возможности еще раз переосмыслить то, что происходит с фунтом и, может быть, даже закрыть позицию, несмотря на результат, чтобы в понедельник, опять же, не попасть под раздачу чрезмерной волатильности, которая, уверен, точно будет. И, соответственно, чтобы не допустить, чтобы по вашим депозитам множились, собственно, убытки и увеличились потери. Я, безусловно, этого не хочу, друзья, но все-таки при всем том фундаментальном анализе, который мы проводим по британцу, конечно же, на 100% не может быть уверенности, как себя фунт поведет дальше. Мы лишь делаем предположения, оценивая все вводные, комментарии, заявления, статистику, да и вообще тотальный новостной фон, который касается ситуации вокруг вот этого громкого, самого громкого за последние несколько лет политического бракоразводного процесса, риски все равно сохраняются. И эти риски, они могут, безусловно, привести либо к серьезным потерям британца, либо если каким-то чудом все-таки удастся выйти на компромиссное решение, я считаю, что это крайне мало. Вероятно, наверное, лучше поставить на 5 повышения процентной ставки федеризированного в 2019 году. Но если каким-то чудом все-таки этот позитив на рынке будет обозначен, конечно же, фунт отреагирует не снижением, а ростом. Здесь нужно просто взять для себя, друзья, какой-то вектор для движения, нужно занять конкретную позицию, либо вы являетесь адекватным реалистом, либо все-таки считаете, что можно смотреть на мир, опять же, происходящее сквозь розовые очки и верить в то, что все будет замечательно, Англия покинет на условиях мягкого Brexit и Европейский Союз, и всех все устроит, все будут свисти и пахнуть. Но ни в коем случае не хочу никого обидеть, друзья. Может быть, несколько ненужное лирическое отступление, но все-таки я озвучиваю свою субъективную позицию и вправе говорить, опять же, что думаю по конкретному инструменту и как, собственно, им торгуют. О фунте будет еще много у нас и, скажем, сносок, и комментариев, и бесед, разговоров. Но давайте посмотрим сначала на текущую сессию по экономическому календарю, что у нас сегодня ожидается. Рынок уже, можно сказать, не тонкий, поскольку день благодарения миновал. Сегодня мы можем рассчитывать на то, что штаты, которые, если и хотели что-то отработать вчера, сегодня попробуют это сделать. Но я акцентирую сейчас больше внимания даже на их активность на американском фондовом рынке и все-таки на желание продавить американскую фонду еще ниже, поскольку в целом негатив-то не меняется. И мы вчера по фьючерсу видели, как вели себя и NASDAQ, и Dow, и S&P, в частности, USA30, тот же самый Dow Jones, приближается к нашей с вами цели, друзья, 24 тысячи пунктов. Я думаю, что нам точно подфартит. До конца этого года мы сделаем эту планку и с хорошим профитом, в том числе и по американской фонде, будем готовиться, собственно, к праздничным выходным дням, новогоднему микроотпуску. Я думаю, что, в принципе, рынок нас должен еще раз побаловать по ряду финансовых инструментов. Соответственно, на что мы обращаем внимание сегодня? В 10.00 ВВП Германии. Не думаю, что Европе реагирует, но для нас важно получить еще одну часть пазла, чтобы понять, как в целом обстоят дела в еврозоне. Почему это важно сейчас? Потому что 13 декабря уже не за горами. Это заседание Европейского центрального банка, где с второго темы будет обсуждение сокращения окончательного, полного выхода из программы количественного смягчения и возможный анонс повышения процентной ставки. В 16.30 нас ожидает блок статистики по Канаде. Это данные по роничной продажам и инфляции. Соответственно, для канадца, безусловно, это отчеты, имеющие очень большое значение. Но даже несмотря на ожидания, вероятно, даже позитивные для канадца, я бы не стал сейчас полностью ручаться за то, что канадец больше сфокусируется, опять же, на статистике, перспективу повышения процентной ставки, исходя из этого, окрепнет. Почему я не стал бы полагаться полностью? Вы знаете, я сохраняю короткую позицию по доллару канадцу, но я прекрасно понимаю, что происходит на рынке нефти. И сейчас нефтянка снижается, мы на пороге реально теста поддержкой 60 долларов за баррель. И если распродажи будут настолько же агрессивными, как это было на протяжении этой недели, вспомним черный вторник, собственно, этой пятидневки, то, вероятно, рынок проглотит уровень 60 долларов за баррель так же быстро, так же беспрепятственно, без каких-либо проблем, как это произошло, и с отметкой 70. Но, возможно, нам уже нужно так же быть реалистами, нужно начинать осознавать то, что рынок должен через какое-то время развернуться, рынок должен успокоиться, даже если все-таки в 2019 году мы вернемся к развитию нисходящего тренда, необходим период все-таки разгрузки этих продаж, состояние перепродности, период консолидации и, возможно, накопление новых сил. Ну, до 60, друзья, расчет остается прежним. Я жду теста этой планки. Сегодня, опять же, уже был зафиксирован минимум по бренду на уровне 61.79, сейчас на полбакса откатили 62.21, но как лихо не втеряет доллар, полтора-два, допуская, что, вероятно, под занавес опять же текущей торговой сессии, кто знает, может быть, медведи найдут все-таки опору, возможность для того, чтобы протащить бренд к этому уровню. Чем руководствуются сейчас трейдеры, которые делают ставку на продажу? Все на те же самые риски перенасчищения, перепроизводства. Я, честно говоря, уже устал говорить про эту статистику, но что уж тут поделать, это важно, потому что именно рост чрезмерной добычи сейчас угрожает вообще какому-то благополучию нефтянки и косит, собственно, на лево и на право всех покупателей быков, которые присутствуют на нефтяных площадках. Может быть, надеждой для покупателя остается встреча представителей ОПЕК, 6 декабря она пройдет, ну, сравнительно так уж, и немного времени остается до этой даты. Почему она может быть интересной для покупателей? Почему может быть переломной для рынка нефти? Хотя все-таки я бы не стал преувеличивать слово «переломной». Давайте возьмем его в кавычки. Это не такая уж важная встреча, чтобы серьезно повлиять на трендовую динамику. Но, возможно, допускают, друзья, то, что на этой встрече могут поднять вопрос о каких-то солидарных совместных действиях, которые предполагают сокращение производства нефти. Не раз мы уже слышали от ОПЕК о том, что они будут лоббировать, отстаивать идею коррекции общего предложения, ну, хотя бы силами ОПЕК на 1,4 миллиона. Очень сомнительно, что они действительно снизят настолько производство. Вчера мы проводили параллель. Почему Саудовская Аравия, скорее всего, не будет сбавлять обороты? Потому что очень сильная конкуренция сейчас со стороны России. Ладно, Россию еще можно убедить, поскольку Россия тоже член технического комитета, Содружество ОПЕК+, стран. И если решение будет солидарным, то, конечно, Россия должна будет его тоже поддержать. Но штаты-то у нас идут особняком, они не участвуют в этих объединениях, и им в прямом смысле все равно и пофиг, что происходит в рамках ОПЕК. У штатов свои, скажем, планы стратегические. Может быть, они даже не очевидны сейчас для всех из нас. И, собственно, эти планы ясны только американским производителям. Но, как бы то ни было, рост добычи в Штатах сохраняется. И мы претендуем на то, чтобы увидеть до конца этого года по уровню добычи планку, достигнутую 12 миллионов баррель. Почему бы и нет? Масло в огонь для усиленных продаж регулярно подливает Трампа. Призывая, с одной стороны, страны ОПЕК, собственно, и дальше оказывать содействие в снижении оцена нефти. Потом рапортуя о благодарности за то, что действительно та же самая Садовская Аравия поспособствовала тому, что происходит на рынке нефти. Трамп, даже несмотря на текущий обвал нефти, все равно продолжает вызывать к тому, что для нефтянки более справедливыми значениями являются уровни пониже текущих. Ну, возможно, Трамп действительно влияет на рынок. Ну, точнее, невозможно, а точно влияет на рынок. Поэтому Штаты, как и было отмечено ранее, друзья, у нас сейчас основной такой путеводный маяк. И благодаря тому, что сейчас происходит по Штатам, мы с вами делаем акцент на то, что нам, в принципе, нужно сохранять короткие позиции, как мы это и делали. Рубль 65-62, пружина уже до невозможности сжалась, друзья, очень скоро произойдет серьезный прострел. Этот прострел предполагает девальвацию рубля. Я думаю, что вы прекрасно это понимаете. Евро против доллара 1.1415, динамика по европейской валюте более-менее вялая. Остается, видимо, европеец нуждается тоже в мощном катализаторе. Что это за катализатор? Я допускаю то, что это встреча Европейского центрального банка, которая состоится 13 декабря. Изначально мы к ней готовились, потому что на этом заседании по планам текущим Европейский центральный банк должен отказаться от программы QEI. Хотя сразу же хочу отметить вчерашние заявления, комментарии Питера Прана. Я думаю, что всем вам известен этот европейский чиновник, главный на месте Европейского центрального банка. Собственно, инфляционное давление, по его мнению, и абсолютно с ним согласен, остается на, может быть, и растущем тренде, на растущей траектории. Но все-таки еще общий показатель инфляции далек от целевого ориентира, поэтому политика, которая до этого была исключительно стимулирующей в рамках валютного блока, таковая должна оставаться. Какой вывод делать из этого? Является ли это отражение позиций и драги, и, в принципе, всего Европейского центрального банка? Если да, друзья, то 13 декабря нас ожидает очень интересное заседание, в ходе которого я даже допускаю, что все-таки ЕЦБ не откажется окончательно от программы количественного смягчения. Либо я предлагаю взять за основу альтернативный сценарий, когда программа количественного смягчения сворачивается, но параллельно с этим все будут ждать анонса, ну хотя бы приблизительно, когда ставки будут повышаться. И Европейский центральный банк станет констатировать, что для повышения процентной ставки нужно подождать пройти вот этот период неопределенности. И вероятные сроки этих действий поедут не на конец, скажем, летнего сезона 2019 года, как планировалось ранее, а в лучшем случае на закат 2019 года. Это, на мой взгляд, тоже будет жестким, собственно, точнее мягким комментарием, который может стать причиной снижения курса европейской валюты. Плюс ко всему, друзья, мы продолжаем следить за тем, как обстоят дела между Еврокомиссией, отношения между Еврокомиссией и Италией. Как вы знаете, до сих пор этот вопрос, мягко говоря, подвешен. Нет пересмотренного плана и нет дисциплинарных мер воздействия за нарушение бюджетных правил. В общем, ждем конкретики, уходим на выходные, друзья. Возможно, что-то произойдет в субботу-воскресенье. Если так, то у нас открытие будет интересным не только по британцу в понедельник, но и еще и, возможно, по евро. Фунт против доллара. Хайп вчерашнего дня 1.2962. Вы все заметили этот прострел, который был зафиксирован на рынке Форекс в отношении британца. Вы все убедились в том, что это явное свидетельство нервозности на рынке, что было подтверждено таким же резким обвалом буквально через несколько минут после того, как рост состоялся. Сейчас котировка 1.2879, друзья. И давайте разберемся, что же послужило фактором поддержки и такого локального мощного ралли, установительного для фунта. Комментарии Дональда Туска о том, что договор с Англией согласован. Вот на это сразу же трейдеры и повелись, начали активно покупать фунт. Однако, когда были сделаны дополнительные заявления о том, что несмотря на согласованный документ, все еще нерешенными остаются вопросы, в том числе и с Ирландией, и с Гибралтаром, стало ясно, что в принципе можно говорить даже о том, что соглашений и нет. И прежде чем, друзья, прежде чем вообще можно будет использовать формулировки «сделка согласована», вот давайте так говорить, соглашение есть, проект по Брекзиту должен пройти голосование на саммите, потом в Европарламенте, потом в Британском кабинете министров. Очень много еще вот этих обстоятельств, новостных, таких ожидаемых встреч, что ли, потенциальных преград и препятствий, что не нужно торопиться с покупками Британца, верить в то, что все уже разрешилось. Я думаю, что в это воскресенье, друзья, может действительно произойти переломный момент для Британца, но в сторону негатива. Почему? Потому что на саммите в Европейском Союзе, если документ, кто-то хочет, чтобы он прошел дальше, нужно получить солидарную, единогласную позицию, согласие о его согласованности, простите за тавтологию, со стороны всех членов валютного блока. Но, как мы знаем, из-за ситуации вокруг Гибралтара, Испания, в принципе, уже сказала, что будет голосовать против, потому что Испания предупреждала переработать один лишь фрагмент этого документа, измените текст, в котором должна предусматриваться возможность двустороннего согласования вот этой территории Гибралтара между Англией и Испанией. Однако этот текст так и не пересмотрели. Собственно, Испания не шутила. Вчера премьер-министр в своем твиттере сделал заявление о том, что готова наложить вето на этот документ, и, скорее всего, узнаем мы об этом, друзья, в воскресенье. Если все пойдет по такому сценарию, если документ не пройдет дальше, то вы сами прекрасно понимаете, что будет с фунтом. Я еще раз призываю, друзья, к тому, что ситуация может развиться иначе. Могут все-таки согласовать этот документ. Да, мы продолжим говорить о том, что это не факт, что он пройдет голосование в Еврокомиссии. Ну, ладно, Еврокомиссии, точнее, Европарламенте, скорее всего, тоже ему дадут зеленый свет. Но я думаю, что с Кабинетом министров Англии снова возникнут проблемы. В любом случае, сейчас уже нужно определяться, давно нужно было определиться, как вы действуете по фунту. Я для себя занял позицию, я ее аргументирую, я объясняю вам, почему все-таки нужно говорить больше о негативных сейчас моментах, и почему нужно быть меньшим оптимистом и большим пессимистом в отношении договоренности. Да потому что такова реальность. И, судя по всему, в понедельник нас ожидает очередное давление на британца с развитием мощного нисходящего импульса. Но мне бы, как продавцу фунта, точно хотелось бы увидеть такую динамику. Доллар канадец. Счера канадская валюта укрепилась, при этом мы видели, что особой поддержки с нефтянки-то не было. Канадец получил поддержку на комментариях Каролины Вилкинса. Я, честно говоря, немного не понял, что он имел в виду, отметив то, что жесткие условия кредитования – это позитивный фактор для экономики. Сомнительное, конечно же, заявление, но, вероятно, ей виднее. Если канадец отреагировал на это, значит, он увидел. В этом комментарии намеки на дальнейшее повышение процентной ставки. Возможно, не нужно сейчас придираться к причинам роста канадца. Главное, что он растет, тем более, что это направление, то есть укрепление канадца и снижение пары доллар-канадца – то, которое нам и нужно. Нужно продавцам этого валютных инструментов. Но, друзья, не забывайте, что если у нас сегодня бренд все-таки окажется в районе 60 долларов за баррель, канадцу снова придется тяжко, потому что будет именно нефть определяющим фактором. Но есть еще и смягчающие обстоятельства сегодня – это статистика по рыночным продажам и инфляции. Ожидания, я напомню, неплохие, поэтому у канадцев, в принципе, теоретически есть возможность побороться, отчасти даже противостоять нефтянке. Но посмотрим. Очень не, скажем, однозначная динамика. Трудно оценить, какой из фундаментов имеет большее влияние сейчас на канадца. Но цели я уже не раз обозначал, направление тоже известно. Давайте смотреть, как в итоге поведет себя рынок. Американская фонда снижается. Собственно, 24355 – это индекс Dow Jones. Сейчас также я говорил, друзья, что можно будет коснуться темы крипторынка, в частности, BTC. Биткоин сегодня снова тестирует многомесячные минимумы – 4218 пунктов, точнее, долларов. Причин для распродаж биткоина много, хотя я, честно говоря, не нашел какое-то стоящее фундаментальное основание, потому что я думаю, что к таким потерям могло бы привести только лишь, к примеру, очередная успешная хакерская кибератака на биржу, в результате которой со счетов клиентов могли бы пропасть большие, собственно, капиталы. Может быть, еще одна обнаруженная брешья в блокчейне, в результате которой снова поднимаются вопросы о безопасности собственного инвестирования в биткоин. Но таких новостей на рынке не было. Кто-то считает, что причиной распродаж стал хардфорк биткоина кэша, в результате которого образовалось, собственно, две параллельные ветки конкурирующих и, в прямом смысле, конфликтующих между собой разработчиков, поддерживающих разные клиенты. И ситуация развивалась действительно как в экшене, потому что вслед за словесной критикой разработчиков взаимной последовали конкретные действия взаимного характера. Каждая из команд попыталась обвалить, собственно, блокчейн конкурентов. В итоге биржа приняла решение все-таки обезопасить клиентов, и пока ситуация не устаканится, вообще остановить торги вот этими альтернативными инструментами, образовавшимися после хардфорка биткоина кэша. Я связываю текущую динамику также с деятельностью еще так называемого картеля, который давно присутствует уже на рынке криптовалют. Собственно, первый раз он был замечен еще в декабре 2017 года. С тех пор, собственно, рынок криптовалюты снижается. Периодически картель оказывает серьезное давление на курсы биткоина и использует для этого и технические уровни возможностей, и, собственно, фундамент, когда он есть. Почему в этот раз продажи такие интенсивные, серьезные? Потому что очередная атака спекулятивная за счет продажи серьезных объемов со стороны вот этого картеля совпала еще с тестом поддержки 5000. Друзья, ну, как вы знаете, долгое время этот уровень был сакральным дном для биткоина, и хомяки, то есть самые паухливые инвесторы, которые присутствовали на площадках, были уверены, что этот дно ниже биткоина не пройдет. А как только биткоин оказался ниже, пришлось работать уже с новой реальностью, и все заговорили о том, где же дно у биткоина. Если пала поддержка 5000, значит биткоин может стоить и 4000, и 3000, и 100 долларов. Эти риски стали причиной стремительного выхода, собственно, из биткоина, больших и не очень капитала, а в итоге усилил ту нисходящую динамику, которую мы видим. Как действовать по биткоину дальше, друзья? Ну, пока очевидный такой нисходящий тренд, конечно же, не нужно ловить, как говорят, падающие кинжалы, не нужно пытаться перехитрить рынок и решить, что вы все знаете. И дна у биткоина пока что нет. И только лишь после того, как рынок устаканится, можно будет говорить о повторных покупках. Пока я бы в лучшем случае предложил ничего не делать, но если хочется все-таки поспекулировать, хочется приобщиться к интенсивным волатильным торгам, то лучше рассматривать только позиции, которые предполагают продажу биткоина. Разумеется, альткоинам также придется не раскладка. Друзья, на этом, собственно, все. Хороших вам выходных, хорошей торговой сессии. Пятница, закрытие недели. Увидимся мы с вами, как всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok